Итак, поехали. Первое правило. Запомните его раз и навсегда. Никогда не навязывайтесь и не пытайтесь маячить перед глазами у мужчины в его информационном поле 24 на 7. Если вы это будете делать, мужчина начнет воспринимать вас как некое ограничение в своей жизни, возможно, как некий контроль, а может быть даже как токсичность. Очень многие девушки в период влюбленности в мужчину, вот он понравился, бросают вообще все свои дела и они погружаются всецело только лишь в мужчину. Доброе утро, как ты себя чувствуешь, как ты поспал, как ты поел, как ты пописал, как ты покакал, о чем ты думал, что ты будешь делать и многое-многое другое. Когда женщина влюбляется в мужчину, очень важное правило, которое вы должны запомнить. Вы ни в коем случае не отказываетесь от тех дел, интересов и ценностей, которые уже присутствуют в вашей жизни. А моя рекомендация добавить к этому списку, который у вас уже есть, еще как минимум две занятости. Вот, например, у вас есть спорт, есть какие-то тренинги, лекции, курсы, учеба, встреча с развивающимся окружением, а вы добавляете еще два. Ну, например, танцы и правополушарное рисование. Вот все, что вы захотите. Для чего это необходимо? Ваша задача обеспечить себя бесперебойной поставкой гормонов радости и счастья, эмоций, которые не зависят от мужчины. В этом случае мужчина, который находится рядом с вами, познакомился, вы действительно ему интересны, будет пробуждать в себе инстинкт охотника. То есть ему будет интересно искать вас, завлекать вас, интересоваться вами, быть с вами в одном пространстве и поле. То есть у него будет возникать желание выходить на контакт. Это не говорит о том, что вы должны использовать игру в одни ворота. Пусть он звонит, а я вся такая принцесса, ни в коем случае не буду, значит, ему написывать и названивать. Нет, вы можете ненавязчиво обмениваться какими-то сообщениями, но это не должно представлять из себя такого гнусного уныния. Что ты делаешь? Задает мужчина вопрос. И девушка, да вот, не знаю, мне кажется, что то пятое, десятое. Нет, мужчина должен понимать, что вы в развитии, что он встретил такую же равноценную зрелую личность, если он является зрелым. Как проверить его зрелость и вообще о том, что он такой безопасный партнер, мы об этом еще сегодня обязательно поговорим. Поэтому первое правило, естественно, запоминайте, применяйте в своей жизни и ни в коем случае не нарушайте его. У кого отношения начинались с этого, ставьте лайк этому видео.